Вот и прошел первый месяц лета, и июль начинается с довольно насыщенной пятницы. Сегодня ночью свет увидела большое количество интересных релизов, среди которых есть как синглы, так и полноценные альбомы. Не обошлось и без других горячих новостей. В этом выпуске мы расскажем вам, как и почему же Ганн согласился провести бой с шоком, почему распалась группа Джизуса и зачем Кодак Блэк выкинул в океан 100 тысяч долларов. С вами канал UbiVayBPM, мы начинаем. Поехали! Начнем с одной из самых интересных новостей. Дима Бамберг, крайне известный как Шок, вызвал на бой Рому Жигана. Их конфликт длится уже 10 лет. Вчера Бамберг посвятил ему получасовой эфир на Твиче. Он вспоминал, как возник этот биф, начал издалека, с третьего сезона битвы за респект, на котором Рома Жиган одержал победу и жал руку Путину, и рассказал, что они с Жиганом уже какое-то время обсуждали потенциальный бой. По словам Бамберга, Рома Жиган в качестве площадки для боя предлагал проект «Наше дело». Шок хочет, чтобы встреча прошла по правилам бокса, но с перчатками ММА. Есть пара интересных моментов из речи Шока. Например, вот что он говорит про начало творческого пути Жигана. 10 лет назад был такой проект «Битва за респект». Его устраивали мои бывшие компаньоны из Flatline. Это был фейк-проект под государственную повестку. Нужен был какой-то человек из низов, отсидевший с окраин. Чтобы он стал олицетворением молодежи, повесткой тогда, как и сегодня, был патриотизм. Типа за здоровый образ жизни и против геев. Нашли одного такого человека и стали его толкать. Естественно, никто не понял, о чем там вообще речь. Туда вписали Саша Эстэ, Димаста, достаточно много талантливых ребят, которые не знали, что результат давно предрешен. У всех бомбануло, когда этот человек выиграл. Человек без аудитории, без какого-либо творческого успеха побеждает в этом проекте. Хотя очевидно, что он слабее остальных. Поэтому мне смешно, когда в описании стоит победитель «Битвы за респект». Не победитель, а избранный государством. Все начали с этого возмущаться и критиковать. Мы с Мироном в том числе. Вот как Бамберг вспоминает злосчастный 2011 год. Мы в личке с Ромой Жиганом много переписывались, договорились о встрече в Москве, а потом это как-то забылось. Он прокатался с Давыдовичем из Смотра по России. Был инцидент в отеле, где они пытались вписаться в гостиницу и стали очень жестко материть женщину-администратора и угрожать ей. Это получило большой резонанс. Мы тоже на это отреагировали. И тогда, выступая в Питере, я со сцены сказал «Если хочешь со мной встретиться, давай один на один». Проходит время. К нам с Мироном врываются в квартиру 10 вооруженных человек. «Стреляют в окна, начинают нас избивать». Эту историю вы, наверное, все знаете. После этого пошла такая тема, что все стали говорить, что я получил от Джигана лещей. Но это не соответствует действительности. От него я ничего не получал. Он просто был в окружении 10 человек, которые меня избивали. Меня избили толпой. А вот как описал музыкант свои планы на реванш. Я хочу провести с ним бой в рамках бокса, но предпочту перчатки ММА. Спорт у меня 2 раза в день, 3 раза в неделю, если я не в Москве. В Москве чую чаще. Нам общий друг Птаха несколько лет назад сказал «Диман, никому ничего не рассказывай, не пались. Пусть это останется твоей фишечкой». «Давид, спасибо тебе за совет». Я все это время молчал, говорил, что только играю в настольный теннис. А сейчас хочется встречаться. Я в молодости любил фильмы типа «Never Back Down» и «Карате Кит». Фильм про то, что ты молодой, куда-то переезжаешь и сталкиваешься с несправедливостью. Когда прям толпой, вот это вся тема. Приводишь себя в порядок, возвращаешься и мстишь. Я чувствую себя таким героем. «Рома, давай поближко подымем, не знаю, как еще тебя заманить. Можешь себе представить резонанс? Наш бой будет просматриваться. Если даже бой Чапинкос и Димас ты привлек внимание, ты можешь представить, сколько наш с тобой бой может принести. Я с тобой поделюсь». Во время трансляции Бамберг попросил зрителей заспамить личку Жигана предложением обои. После трансляции Шок выложил сториз с таким текстом. Он принял, осталось организовать и договориться. Что ж, мы видим, что поединки между рэперами в отечественном хип-хопе становятся все популярнее и популярнее. Будем ждать и этот исторический бой. Новости от представителей старой школы на этом не кончаются. Тахо рассказал об открытии реабилитационного центра для лечения алкогольной и наркотической зависимости. Называться он будет «Саури Хаб». Мы, может, и наркоманы в прошлом, но мы умеем спасать людей, помогать им не кляузами и заявами в отделах, не самопиаром и так далее, а реальными делами. А те, кто гонит на нас, что мы нарки, пусть дальше так и думают, ведь это их удел. Мы открываем наш первый реабилитационный центр для алка и наркозависимых людей. И это только начало. Мы не пишем заявы и не орем вокруг, что мы крутые. Мы тихо помогаем людям в их стремлении. «Саури Хаб» откроется на этой неделе и будет открыт для всех, кто хочет начать чистую жизнь. Пишет Птаха. Борцы с наркотиками, потому что, смотрите, наркоманы, наркоманы, рэперы-наркоманы. У нас вот, например, на этой неделе открывается реабилитационный центр для наркоманов под названием «Саури Хаб». А вот мне интересно, вот всякие Айляносов, что вы сделали, кроме того, чтобы пытаться кого-то посадить? Позже Птаха сообщил, что является владельцем реабилитационного центра. Вчера Джизус рассказал в сторис о распаде своей рок-группы. Вот цитата музыканта. «Вся моя рок-история была как падение вниз и несогласие. Теперь я снова один, я чувствую, что мне нужно идти дальше. Я понимаю, что так бывает, когда люди расходятся, но всё равно больно. Вообще, я рад всему, что происходит. Как я уже и говорил, это путь длиной в жизнь. Пусть каждый из нас будет по-настоящему счастлив и свободен». Джизус начал делать рок после распада объединения Connect, откуда он сначала ушёл, а потом вернулся. В таком виде он выступил на вечернем ургенте и выпустил два альбома. О Джизусе, как полноценном рок-бенде, стало окончательно известно в начале 2021 года, с выходом клипа In the Name of Love. Судя по словам из сторис, группа распалась из-за творческих разногласий. Теперь давайте перейдём к дропам этой ночи. Молодой Платон выпустил альбом Son of Trap. Это его первый большой релиз. Анонс альбома Платон подкрепил такими словами. «Мне 16 лет, и ты, мамонт, который на 100 лет меня старше, услышишь этот альбом и поймёшь, что тебе нечего делать в этой индустрии, потому что тут я». За полторы недели до релиза Платон вдруг объявила закрытие своего проекта. Оказалось, это было ответом хейтерам, которые обвиняли рэпера в несамостоятельности. В песне «Диагноз» он даже цитирует обидчика и далее в альбоме отстаивает своё место в жанре. На фитах Big Baby Tape, Alizade, Goody, Limbo, Благовайт и Dope VDS. Совсем недавно молодой исполнитель из Латвии ENT-96 дропнул свой новый релиз «Who You Are». Работа получилась максимально разнообразной. Треки либо тебя раскачают, либо заставят погрустить и подумать. В первую очередь хочется выделить трек «Одышка», который, безусловно, является главным бенгером релиза. Хочется также уточнить, что данный мини-альбом является лишь первой частью запланированного перформанса. Ведь уже в августе нас ждёт вторая часть релиза с названием «Who I Am». Ну а любителям спокойного вайба советуем послушать трек на припеве, где автор делает забавную отсылку на Тифеста. При прослушивании релиза появляется чувство, что ты катаешься на американских горках. Ведь всё время происходят перемены настроения и музыкального вайба. Тому свидетельствует трек «Мне не пишет». А всем любителям мелодичности и пьяными погрустить с бутылкой в руке советуем послушать трек «Мы так играем». В общем, слушайте новый релиз «Who You Are» от латвийского исполнителя ENT96 на всех музыкальных площадках. Также подпишитесь на его соцсети, ссылку оставлю в описании. Жена GSPD Арина Буланова громко заявила о себе в 2021 году. Её песни «Мальчик на девятке» и «Беспреданница» превратились в тикток-хиты и взлетели в чартер. На волне успеха она выпускает альбом «Книжна из Хрущёвки». Её релиз похож на прогулку в парке 90-х, в котором приметы времени сочетаются с поп-хаусом. Dead Blonde здесь признаётся в любви к Саше Белому и группе «Мираж», а также поёт песни о провинциальной романтике. Здесь нужно перейти к синглам. Хаски и продюсер Мироша выпустили ремикс на «Никогда-нибудь». Вышел танцевальный трек, под который нужно больше времени проводить на улице. Также вчера свой новый трек выпустил «Экс Валли». Это новый исполнитель в жанре Детройт-рэпа. Данный трек основан на реальных событиях, и речь здесь идёт про скам в общепитах и людей с ограниченными возможностями. «Досками мамонта», «Он ща работает маке», «Ненужные руки в азуке, у меня тридцатка в маке». Ответ и продюсер Лил Смуки продолжают готовить аудиторию к выпуску совместного альбома «Компрессор», выпуская второй сингл с релиза, на этот раз при участии Флады. «Ставлю портреты легенд, будь уверен, что мы не забыли и». Одни из самых ярких представителей своих объединений, Майот и Магнум Опус, собрались для записи совместного трека в лучших своих традициях. Это дерзкий репрезент о восхождении на трон с просьбой старых легенд подвинуться, ведь они новенькие. Трек, кстати, прямо так и называется – «Новенький». Главные кальянные мастера рэп-индустрии, Хамали и Наваи, выпустили новый совместный трек, несмотря на то, что парни объявили о распаде дуэта. Новая баллада «У окна» – это полюбившийся мотив любви и копания в своей душе. «Игор Крид» продолжает череду синглов с будущего альбома. «Телефон» – второй трек оттуда. С каждой недели артист все больше раскрывает занавес идеи своего рэп-альбома «Пусси Бой». Главная загадка которого раскроется 18 июля. Теперь давайте перейдем к западным новостям. «Кодек Блэк» выложил в Инстаграм запись, на которой видно, как рэпер выбрасывает в океан пачку купюр. Он сначала в буквальном смысле выбрасывает на ветер несколько банкнот, а потом берет еще несколько пачек и повторяет процесс. Финансисты в интернете предположили, что всего за борт яхты «Кодек Блэк» выбросил около 100 тысяч долларов. Предположительно, причиной этого поступка стал конфликт «Кодека» с теперь уже бывшим артистом его лейбла «Jack Boy». Чтобы откупиться от контракта, «Jack Boy» заплатил «Кодеку» миллион долларов. Вот 10% от суммы «Кодек Блэк» и пожертвовал природе. «К черту дружбу», – написал «Кодек Блэк». «Я думаю только про бизнес. Я больше не собираюсь подписывать новых рэперов. Они неблагодарны». В тот же день он написал в Инстаграме, что только что заработал миллион на Лил Джеке. На этом рэпер не перестал избавляться от наличности. Он снял на видео, как выбрасывает тысячу долларов в унитаз и смывает воду. Наличность забила отверстие, поэтому рэпер протолкнул ее рукой. Джек Бой прокомментировал эту историю в Инсталайве. Он не стал отрицать, что его уход спровоцировал такую реакцию «Кодека». Его цитата. «Ничего у меня не спрашивайте, у меня только чилу вайп. Я не говорю о людях плохо, вы не получите этого от меня. Роликов со мной, которые зальют потом на YouTube, не будет. Мы говорим про моего брата, в конце концов. Поэтому я не собираюсь сдаваться в детали и ничего никому не буду объяснять. Мне плевать на Инстаграм, я никогда не планировал становиться рэпером». «Я начал читать рэп примерно 3-4 года назад». Дрейк поучаствовал в новом треке «Брэнд Фаэс». Гарантия качества – это когда у тебя в треке гостит Дрейк, а музыку пишет коллектив The Neptunes, состоящий из Фаррелла и Чадо Хьюго. Обложка песни – это отсылка к дизайну дебютного альбома Фаррелла «In My Mind». «Брэнд Фаэс» – один из самых интересных представителей нового R&B. Его прошлогодний релиз «Fuck the World» был включен многими изданиями в список лучших альбомов 2020 года. В этом году он появился на альбоме Тайлера «The Creator». А также пообещал скоро выпустить новый альбом под названием «Make It Out Alive». Альбом Дрэка «Certified Love a Boy» также не за горами. Недавно канадский артист пообещал, что мы получим его новый лонгплей до конца лета. А на сегодня у нас все. Какая из новостей впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok